Здорово, Каменный Петербург! Шалом! Я зашел к нашим соседям, это Глеб Крайцер. Рад знакомств. Глеб продюсирует электронную музыку. Вот мы сейчас находимся у него на студии. Те, кто смотрит наши стримы, обратили внимание, что периодически к нам заходят команды, которые играют прогрессив и у которых электронной музыки в перемешку с роком достаточно много. Пусть это там не откровенный какой-то синтезатор, а там какой-то гитарный эффект или басовый эффект, но тем не менее. Синтетический саунд. Да. Глеб сам играет в принципе довольно прогрессивную электронную музыку и до этого играл рок, насколько я знаю. Как по-твоему, насколько оправдано именно вот это вот сочетание прогрессив электроники с прогрессив роком? И почему ты перешел именно в электронщину и не стал продолжать заниматься роком? Настолько интегрируется электронная музыка, я правильно тебя понял? Ну да, можно в принципе так. От команды к команде вот это вот сочетание, оно очень сильно разнится. И вообще это в принципе можно назвать таким словом вкусовщина, потому что что одного прет другому вообще. Ну вот с точки зрения именно электронного продакшена, вот я знаю, есть группа такая, наверное, ночная, вот она, на мой взгляд, вообще лучше всех осуществила вот это вот сочетание. Есть команды, у которых это звучит пошло, да, но тем не менее у этих, там вот мне допустим всякие там группы типа Министри, я их дико всех уважаю и люблю, вот, но я этому зло не слушаю, мне кажется, что это, ну так, пошловато. А так, ну это просто нужно конкретизировать. Когда делаешь прогрессивную музыку, очень легко переборщить, слишком много слоев, слишком много там полиуритмии какой-то, да. Я лично заметил, что в рок-музыке прогрессивной, в которой еще мешают электронщину, намного больше получается вот этого борща, который мешает слушателю ее воспринимать, даже если слушатель сам очень искушен в этом плане, да, музыкально, разбирает каждый отдельный инструмент. Ну, короче, я такими категориями не мыслю. Если ты именно моего мнения спрашиваешь, да, то лично я считаю, что если у группы или у какого-то коллектива там проекта есть своя аудитория, да, которая, ну, которая поддерживает, собственно, их существование, значит, все, что они делают в этой музыке, оно оправдано, вот. И круто, если есть аудитория у коллективов, которые транслируют какую-то очень сложную музыку, потому что все равно же обычные люди, да, ну, как сказать, вообще-то такой пошлый термин «обычные люди». Ну, в общем, основная аудитория массовая, бессознательная, да, которая воспринимает музыку не в профессиональном контексте, да, а в контексте именно того, какие конкретно чувства эта музыка 8 людей вызывает. Вот. Ну, то есть, соответственно, тут все дискретно. Либо положительные, да, они могут быть агрессивными, могут быть лиричными, могут быть, там, не знаю, какими угодно, веселыми, сатирическими, да, как там, например, группа типа Bloodhound Games, да. Ну, понятно, для этого не делается. Либо они вызывают, ну, как сказать, негативные эмоции. Соответственно, человек больше к этому делу не возвращается. И вот с этой точки зрения, ну, как бы неважно, что работает, главное, что работает. Почему я сменил рок-музыку на электронную музыку? Ну, просто потому, что в электронной музыке гораздо больше простор для творчества. Допустим, на таком вот примере есть какая-то точка, да, крайняя, да, в которую можно при производстве музыкального произведения, например, в рок-формате, да, назвать нулевой. Допустим, ты сыграл, ну, сделал аккомпанемент на гитаре, да, и под это у тебя родилась мелодия, то есть вокал, ну, там какие-то стихи, да. Это уже, в принципе, ну, как бы такое, на чем все может закончиться, да, либо с чего все может начаться, да, и перерасти в какую-то суперсложную аранжировку, там, с соло-партиями, со всей короче кухни. Но весь вот этот процесс, он абсолютно увлекателен, да, и это, собственно, и есть та самая причина, почему мы все в этой профессии держимся. Так вот, в электронной музыке эта точка абсолютного нуля, она гораздо ниже стоит. соответственно, поскольку все в нашей вселенной развивается по такой вот воронке, да, то есть, ну, фрактал, как обычно, он, типа, саморазвивается до какой-то мега структуры из какой-нибудь одной точки. И то же самое, как бы, в музыке, соответственно, если у тебя и точки старта ниже, и, ну, то, соответственно, и в остальном у тебя тоже прям, ну, ты, как бы, можешь в себе захватить и то, и это, как бы. Сама как культура электронная музыка, она уже настолько долго существует, что сменилось несколько поколений, и новое поколение, да, оно уже больше эмоционально привязывается к тембрам электронным, да, у них расширена вот эта вот граница сознания, да, что вот как там наши отцы, вот, если он послушает там гармонию, сыгранную на электрогитаре, да, ну, там, условно, собирательный образ отца, вот, если ему поставить такую гармонию, он скажет, вот это ништяк, а включить там какой-нибудь там из фьючер-хауса, там, стабики какие-нибудь, скажешь, ну, сши ты за балалайки, там, вот, я думаю, что много кто в такие ситуации попадал и разделял падавный опыт. Просто как-то интуитивно прошло, что вот прям почувствовал, оп, это моё, всё. Ты, ну, разумеется, знаешь про шугейс. Угу. Сейчас шугейс очень, очень популярен, ну, в такой антеграундной, естественно, антешевке. Широко известен в узких кругах. Не кажется ли тебе, что это, ну, противоречит тому, что молодое поколение, оно любит электронную музыку? Или наоборот не противоречит, потому что это шугейс, там, как раз, очень много вот этих вот фузов каких-то там. Да, абсолютно не противоречит, даже подтверждает, потому что, как бы, по большому счёту я заключил весь свой спич, потому что поколение настолько, как бы, многогранно, да, что оно может, короче, запалить и то, и то. Тот же шугейс, да, по сути, что это такое? То же самое абсолютно, что играет в современном техно. То же самое, ты слышишь зацикленную ритмическую партию, и она, как бы, вот, постоянно колыхается на фоне какого-то застывшего звука, который очень медленно развивается. Вот. И, собственно, этот медитативный принцип, да, он и заставляет человека кайфануть и получить правильные эмоции от произведения. Я, ну, как бы, верю в первоначальную вот эту вот зачаточную концепцию, да, которая, собственно, и родила электронный саунд и вообще идею электронной музыки. Концепция, которая заключается в том, что ты больше не привязан к тому, что, ну, как сказать, к какому-то определенному тембру инструмента, да, как вот раньше, там, в популярной музыке, которая по кабакам играла в Европе, там, начало 20-го века, как бы, все люди привыкли к одним и тем же тембрам. И автоматически, интуитивно, психологически они ассоциировали вообще звучание музыки, да, разделяли его от звучания, там, звуков повседневности, да, потому что они слышали все знакомые тембры, там, скрипка, гитара испанская, там, ну, можно конкретизировать вечно, этот список все знают по-любому. А электронный саунд, он, как бы, подразумевает то, что, вот, что такое синтезатор, это устройство по созданию этих музыкальных тембров, то есть оно подразумевает, что ты этот тембр самостоятельно создашь. И, как бы, я в своем творчестве, да, я держусь за вот эту вот идею, как бы, что ты можешь создать музыкальное произведение, да, не просто, там, с первой ноты, да, а, как бы, с базового тембра, вообще, прям, просто, вот, с такого, прям. Вот, ну, тут сразу можно оговориться, что, вот, как бы, возвращаясь к замечанию о том, что электронная культура, она уже существует довольно-таки давно, соответственно, она уже сформировалась в обществе, и поэтому там тоже появились свои клиши, ну, как в роке, да, перегруженная гитара, да, то есть все гитарные приемы мы, в принципе, уже, как бы, там, наизусть можно перечислить. И также в электронной музыке есть свои тренды, да, но, тем не менее, как бы, зная эти тренды, можно на их базе уже создавать что-то свое. То есть нужно ли музыканту для того, чтобы играть перед аудиторией, владеть, там, каким-то куском аудитории, да, обладать какими-то навыками, там, менеджмента, да, самого себя? Ну, однозначно люди, которые выдумывают себе поводы все это дело игнорировать, типа, там, мы музыканты, а у нас должен быть менеджер. Это вот однозначно глупцы, либо везучие люди, которые попали в ту ситуацию, где такое возможно. В любом случае у тебя должны быть какие-то навыки продвижения себя, хотя бы для того, чтобы, когда этот менеджер у тебя появится, да, и он эту работу, ну, эту работу ты будешь делегировать на него, чтобы ты мог ее правильно координировать, не портить с ним отношения, говоря поперек его деятельности, какую-нибудь ахинею, обязанности по продвижению переместились, ну, их нагрузка переместилась на артиста, да, в то же время и сами технологии по продвижению стали доступны. Скажи, пожалуйста, какие треки, какие артисты тебя вдохновляют в последнее время, что бы ты, может быть, порекомендовал там из того, что ты слышал недавно заценить? Ого, мне нравятся песни Баст и Самсара. Да, она мне нравится, классная. А еще? Мне вот музыка моих корешей очень сильно вкатывает. Дима Битмакер Бит, вот он, и у него альбом вышел, субкультурный шаманизм, вообще отличный альбом, я его много слушал. Есть такой московский лейбл, Гипербаллайт называется, там есть классный такой артист, Пикси Лорд позовут, вот у него есть альбом Хьюман Экзе называется, вот. Да, у него еще очень крутое шоу. Да, очень крутое шоу. Лучше это видеть, конечно, вживое, на абстрасенсе, например. Да, лучше, да, например, на абстрасенсе, или когда кто-нибудь в Питер привезет. Если честно, в последнее время я музыку вообще почти не слушаю, как бы это не было ужасно, вот. Я сейчас читаю много книжек, интересно. Ну что, друзья, с нами был Глеб Крайца. В описании к видео будет ссылка на его страницу. Подписывайтесь, следите за обновлениями. Глеб играет на очень классных мероприятиях, и вообще у него очень приятная и интересная музыка. Меня зовут Данил Жданов, с вами был Каменный Петербург. Увидимся. Глеб Крайца